В августовской войне Грузия потеряла более 400 своих граждан. Большинство из погибших тогда солдат похоронены на братском кладбище Мухатгверди. Почтить их память, сюда каждый август приезжают первые лица Грузии. Хочу преклониться перед всеми героями, которые не пожалели своей жизни ради нашей Родины. Это тяжелейшая дата в нашей новейшей истории. Мы не жалеем усилий, делаем все, чтобы объединить и укрепить нашу страну. У мира нет альтернативы. Мы строим единую сильную демократическую европейскую Грузию, которая будет домом для грузин, абхазов и осетин. Но большинство жертв пятидневной войны все-таки мирные жители. Более 200 человек погибли и еще 26 тысяч стали беженцами. Их села были почти что стерты с лица земли. Сильнее всего от российских авиаударов в августе 2008 пострадал город Гори. Накануне годовщины его жители зажгли на главной площади сотни свечей. Акции памяти проходят по всей стране уже второй день. Почти в каждом грузинском городе есть мемориалы памяти погибшим за территориальную целостность, у которых и собираются люди. Одна из самых масштабных акций прошла у села Харапива на административной границе с Южной Осетии. Всего в 400 метрах от линии разделения, за которой стоят российские войска. Активисты выстроились в живую цепь. А вот в Абхазии годовщину пятидневной войны готовятся встречать с Владимиром Путиным. О визите российского президента ранее сообщали российские и абхазские политики. Для Путина это уже третий визит в оккупированный регион. Ранее он посещал Абхазию в 2009 и в 2013 годах, традиционно выбирая для визита месяц август. В Тбилиси такой жест расценивают как попытку оправдать оккупацию. Сейчас в грузинском регионе Абхазии ждут президента России, и это уже попытка узаконить историческую несправедливость, чтобы тем самым оправдать план развала единого государства. Но ни один грузин не признает оккупацию. Грузия едина, непоколебима, и мы обязательно добьемся объединения страны. Во время пятидневной войны с российской стороны погибли 67 военнослужащих, после чего Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако ООН и большинство западных стран по-прежнему считают эти территории частью Грузии. Официальный Тбилиси называет их оккупированными и призывает Москву отозвать свое признание.